У нас вышел спор с Александром Дмитриевичем, что я и утверждаю, что во внешней политике США Россия занимает первое и одно из первых мест. Он утверждает противоположное. Вот предполагаю обсудить этот вопрос. Ну, вроде бы действительно одно из первых мест, да, как минимум. Ну, потому что действительно, во-первых, события последних трех лет это активно подтверждает. Давайте уточним, значит, все, так сказать, чтобы разное формировало. То есть ты сформулировал вопрос вот так, да? Да. Я формулировал, значит, так, что российский разговор это был, по крайней мере, наверное, года два тому назад. То есть это не исключено, что это было... Что ж ты облизываешься-то? Бери оттуда колбасу, а! Откуда? Со стола? Со стола облизывается! Вопрос был, по всей видимости, разговор несколько лет тому назад, и еще, похоже, до событий. Событий, так сказать, до нападения на территорию Украины, Российской Федерации. И мне так кажется. Сам по себе, конечно. Или, по крайней мере, вопрос был, значит, до начала, или, так сказать, до официального, ну, как бы, не официального, а до широкого или какого-то освещения избирательной кампании в Соединенных Штатах. Дело в том, что пусть так. Даже если бы этот разговор даже происходил до событий на Украине, это понятно, что события на Украине не могли вывести, как бы, Россию на первое место в политике США, а если она до этого не стояла там на первом месте. Собственно, события на Украине потому и случились, что на Украине была нужна США как фартпост против России. У Александра Глебовича Анимзорова есть такое рассуждение на то, что Россия, значит, Россия боится, что ее завоюет США, примерно так, как старушка-уборщица боится того, что не прибежит и ее изнасилует Арнольд Шварценегов. Примерно так же. Потому что он на это говорит, что нахрен Россия с Америки сдалась. То есть я не договорил. Я имел в виду, я, по крайней мере, хотел озвучить такую фразу, не знаю, как там было услышано, что Российская Федерация, значит, в политике США занимает, ну, одно из десятых мест, так сказать. Ну, как бы, не в первой пятерке, где-то ближе к десятке. Ну, понятно, что события последних лет ясно, абсолютно четко показали, что это не так. Ну, это был разговор, да, буквально там два или три года тому назад. Это был вот первоначальный разговор. Поэтому, значит, за эти два года что-то там изменилось. И теперь, если, значит, говорить, то надо тогда, значит, конкретизировать, на какую дату мы говорим. Все. Я закончил. Можно обсудить и сегодняшнюю дату, и дату, допустим, там три года назад. Я утверждаю, что если бы в три года назад Россия не была на одном из первых мест в политике США, то она бы не перешла на эти первые места, так сказать, сейчас. Потому что, допустим, если говорить о событиях на Украине, Америке на Украину плевать. Украина им нужна как форпост против России. Именно потому они поддержали этот переворот, а может быть, отчасти и организовали его, что им, так сказать, нужна Украина, говорю, как форпост против России. А это говорит о том, что, так сказать, Россия занимает очень значительное место в их внешней политике. Ну, вот Игорь Юрьевич фразу сказал, ссылаясь на Невзорова. Ну, Невзоров, мягко говоря, не авторитет. Просто там. Нет, просто как это... Вы понимаете, вот наблюдение за Соединенными Штатами Америки показывает, что у них все как бы наоборот, не так, как у нас. Для них, собственно, фактор внутренней политики, он гораздо важнее, чем фактор внешней политики, в отличие от нашей. Взбирательный комплекс. Да. То есть у них внутренний чемпионат, они его запросто какой-нибудь там по футболу, по американскому, они его называют галактическим или вселенским. И это действительно так. То есть у них есть, собственно, хоккейная лига, которая не интересуется, что происходит в остальном мире и так далее, и так далее. И любой американец, они даже за пределы Соединенных Штатов выезжают, по большому счету, достаточно неохотно. Да, как ни странно, при их-то фантастическом уровне жизни, который у них есть. Вот, их относительно немного, в общем, в туристическом потоке. Поэтому для них, в первую очередь, внешняя политика, на мой взгляд, является продолжением определенного рода внутренних разборок. Есть определенного рода две, скажем, две или три элитные группы, которые разбираются там по своим каким-то внутренним причинам, но объективируют это путем того, что какие-то группировки сталкиваются там в Ливии, в Сирии, еще кто-либо. Была одна группировка, они продвигали ИГИЛ, Айды, потом появилась другая группировка, они противопоставили ИГИЛ, и так далее, и так далее. Это как бы вот очень интересно. Ясно, что американцы очень нуждаются в облике настоящего, хорошего, злого врага, каким был Советский Союз. Это позволяет распределять ресурсы на определенного рода наукоемкие программы, это позволяет держать всю их экономику или управленческие аппараты в тонусе, и так далее, и так далее. В свое время ходил даже анекдот, потому что предлагали России опять стать таким врагом, значит, а наши говорили, не-е-е, они говорили, ну мы вам хорошо заплатим. Да, ну может быть и заплатили, я не знаю. Вот. Вот это своеобразный факт, своеобразный факт, что у них все наоборот, что у них внешняя политика является методом объективации политики внутренней. И только. То есть, это громадный, грубо говоря, континент, почти 350 миллионов человек, потребляющие 40-45% мирового ВВП. Им, по большому счету, за всех нас и всех остальных абсолютно надо наплевать. Это многократно было какая-то, вот недавно буквально, в ЖЭЧ там. Женщина давно работает в Америке, живет там, ну в каком-то там гетто, которое по нашему поводу жизни там домов всего прочего инфраструктуры далеко превосходит любой нашелитный район, а у них порядочный человек в этом районе просто не покажется. Там негры, индусы, русские, что-либо еще. И их там иммиграционное ведомство собирало, она пыталась рассказывать о своей стране, и, разумеется, если один из человек из 20 людей слышали, то о Сталине не слышал никто. То есть, они этим вопросом не интересуются, им это не нужно, это не является предметом их, сколько-то какого-то интереса. А зачем, извини, у них тогда сотни военных пас по всему миру? Игорь, но мы, наверное, тут о другом речь ведется, не о том, что управляют, не, ну, Стас, я предлагаю остановить, нет, ну это как бы продолжение того, я предлагаю остановиться на той мысли, которую обсуждаем, что во внешней политике, ой, еще кошка, да, у руководства США Российская Федерация занимает, ну, где-то место ближе к десятку, скажем так. Ну, это чушь, понимаете? То есть, руководство, сейчас, минутку, то есть, не то, что, как Игорь Юрьевич сказал, что фразы, не тот аспект, вот, а вот именно с точки зрения, ну, это чушь, это, говорю, обстанно. Да, вот хорошо. Противоречит событиям, так сказать, последних лет. И хорошо, значит, мы уточнили, что разговор был там, это два или три года тому назад, и теперь, значит, вот ты говоришь, что вот это утверждение является ложным, и говоришь, на какую дату оно являлось ложным, на какую, значит, еще более стало ложным, или наоборот, оно стало истинным. Вот и все. Значит, на какой дате мы говорим? Оно стало, оно было истинным, может быть, где-то в 90-е годы, да, было истинным. Когда мы были совсем слабые, поэтому Америка, так сказать, нас там в упор не видела. Ну, и, ну, вот. Ну, не то, что в упор не видела, ну, скажем так, да, было бы не на первом месте мы у них. Это точно. Я еще раз повторяю, что ошибочно считать их за некую империю зла, а проводящую согласованную политику. У них есть и определенного рода рефлекс, он не рассуждающий, он совершенно тупой. Где-то возникает освободительная революция, и они тут же пытаются бежать впереди паровозы и прокидываться тем, что именно они тянули весь этот состав. Да? Вот, например, вспомним, с чего начала Арабская весна. Как, зачем? Зачем? Просто освободительный инстинкт. Просто вот Арабская весна, с чего началась события Египетии? Тем, что они вначале египетскому руководству вполне проамериканскому навязали идею свободных выборов. На свободных выборах победила, конечно, братья-мусульмане победили. Кто же еще мог победить в этом? Организация не настолько дружественная для США, как тогдашний египетский режим. И тем не менее, они вот этот проамериканский режим допустили и помогли его сносить. Почему? Потому что везде демократизация. Везде-везде. Это просто некий определенного рода идеологический фетиш. Не задумываясь о последствиях, что в результате выборов придут братья-мусульмане, которые будут значительно менее демократичны, значительно менее проамериканским режимом. И с этого начнется цепочка кровавых событий. Я сомневаюсь, что они настолько глупы, что, так сказать, во внешней политике ориентируются на какую-то, так сказать, чисто идеологические какие-то установки, так сказать, а не на свои национальные интересы. Ровно такие же, как наши. Ровно такие же, как наши. Стоило какому-то африканскому диктатору людоеду сказать, что он строит у себя в Африке социализм, да, и вообще он любит Маркса и Ленина не только на вкус, да, то наши тут же ему помогали оружием, средствами, что-либо еще. А он из этого не переставал быть обычным африканским людоедом. И кем он был, то ему и оставался. Вот. И точно так же преследовал здесь Советский Союз собственные интересы. Да ни в коем случае. Просто было, был выбор по определенному роду идеологическим фетишам. Здесь точно так же. Кто-то сказал, что у них там будет демократическая революция, вот они и помогают. А потом присмотрелись там, да. Игорь, ну давайте Стасу дадим высказать. Я сказал, что то, что ты говоришь, что это вот там Россия на 10-м месте, это было примерно, может быть в 90-е годы это было и так. Но и то не на 10-м уж, конечно, она была. Да, может там на 3-м, на 4-м. А сейчас это не так. Сейчас, как если мы усилились, там отстроили армию, там же активно проводим свои как бы национальные интересы. И сейчас, естественно, Россия на одном из первых мест в политике США. А в чем это гражданство? Вот в 5, вот это, ты сказал это положение, да, теперь докажи это положение 5-6 позиций. Ну вот, опять-таки, события на Украине, то есть сразу, что за события на Украине, что имелось в виду под твоими событиями на Украине? Государственный переворот, последующая гражданская война. А могло бы произойти переворот на Украине, если бы народ Украины не хотел этого? Нет, ну подожди, давайте вот... Первый вопрос такой вот. Олег, ну не будем перебивать это. Нет, нет, а я же не перебивал, я просто сказал уже. То есть тут ситуация такая, что переворот на Украине, это же копеечная для американцев вышла. Ну что они там, 100 тысяч долларов потратили на этот переворот максимум, ну не больше. А если такие копейки стоят, и стоит это, то есть это можно же сделать просто так, просто потому что мы можем. Здесь нет у них каких-то колоссальных влияний, каких-то введений колоссальных технологий, чтобы там нам напакостить. Мы же этого не можем видеть. Да, я совершенно... Я кроме этого самого инстинкта помогать каждому диктатору, который строит у себя капитализм, противоположному Советскому Союзу, я там вообще никакой активности американцев не вижу. Но мы же не говорим уже, мы не говорим про Советский Союз, мы говорим, по крайней мере, о событиях, которые были два или три года там. Мы говорим о служении определенного года. А не Советский Союз был о служении определенного рода идеологическому фетишу. Мы же теперь отлично понимаем, что происходило на Украине. На Украине происходил обычный процесс, который происходил на всем постсоветском пространстве, когда один крупный олигарх, избравшийся президентом, мочил остальных олигархов. У нас произошло это то же самое в начале нулевых годов, когда путем захвата ведущих телеканалов Путин превратился в единственную значимую политическую фигуру. Я говорю, олигархат, как таковой, был разгомлен. Кого-то посадили, а кого-то, значит, а кто-то приструнили, кто-то, как Гусинский, уехал из страны, кто-то покончил жизнь самоубийством, как Березовский, и так далее. И это процесс, они были везде, они были просто, у нас они были растянуты, то есть 6-7 лет произошло с диктатуры Ельцина до 93-го года. Диктатура Ельцина это ваша уж такая уж гипербола. А почему? Состоялся военный переворот, где антиконституционный, антиконституционный, так Стас не хочет сейчас говорить. Нет, почему? Я говорил. Что касается Украины... Речь шла о том, что... Нет, смотрите, там был ровно такой же самый процесс происходил на Украине. Просто он, Януковичем, был выполнен неаккуратно. Вот Алиевым в Азербайджане, у него там 2-3 года всего от аллигархической распутицы время происходило, потом Алиев взял это все, старший Алиев, взял это дело под свой контроль, передал власть по наследству своему сыну. Аналогичный процесс у нас происходил. В Узбекистане, в Казахстане тоже был процесс, что по сути, например, в Казахстане, есть одна крупная политическая фигура, полностью доминирующая, то есть Назарбаев, а всех остальных как бы нету. Он полностью контролирует телевидение. И этот процесс просто по каким-то причинам на Украине затянулся. И когда Янукович пытался двигаться по пути мира и прогресса, а в мире прогресса стоит, что он контролирует, пытается установить контроль вообще над всеми ресурсами общества, ну как Путин, такое самодержавие должно было появиться. Он столкнулся с сопротивлением, в первую очередь, идеологическим, потому что надо же было захватить и почту, телефон и телеграф, то есть ведущий телеканал. Но телеканалы оказались под контролем его оппонента. И они развернули определенного рода истерию, то есть против Уняковича, провоцировали народ, но я хочу сказать, что Майдан это была не революция, а контрреволюция в этом смысле. Это представьте себе, что если бы Алиюф начал захватывать телевидение и отжимать других олигархов в Азербайджане, а олигархи взяли бы и восстали против него, взяли бы и победили какие-нибудь там местные дошнаки. И здесь ровно этот самый процесс. Поэтому а у американцев инстинкт, как только где-то какая-то то, что они называются революцией, где лозунги свобода, что-либо еще идут, они тут же прилетают и начинают кормить своими печеньками, как у наших также был инстинкт, как какая-нибудь революция где-то возникла. Один людоед съел другого людоеда в Африке и сказал, что вот теперь мы будем строить социализм. Наши тоже приезжают и дают ему всякие... Они еще до этих событий еще 5 миллиардов долларов вложили в Украину за какой-то период. Ну вложили. За какой период? Вопрос, уточни за какой период? Ну вложили. За 20 лет может, я не знаю. А Российская Федерация знаешь, сколько вложила? Не знаю. Сколько? Ну что-то да, нафига. Сколько? Я не помню, может 100 миллиардов. Путин оглашал цифру за последние годы там 50 миллиардов. Ну вот, то есть вот этот процесс. Потому что в этой группе олегальцев украинским удалось свою контрреволюционную деятельность по сути, контрреволюцию, потому что... Игорь, ну давай Стасу что-то говорим дадим. Ну как бы... Ну я, что касается событий на Украине, то там... Почему ты сказал, что значит, что ты значит сейчас сделал такое утверждение, что да, вот Российская Федерация благодаря событиям на Украине стала значит это... Я не сказал, что благодаря событиям на Украине она стала на первом месте там... Я сказал, что... Ну приблизил, давайте, чтобы не на первом, там втором, а приблизилась там или что? Какие-то на Украине произошли события, это приблизило Российскую Федерацию. Что ты сказал? Я сказал, что события на Украине – это одно из доказательств, что активное вмешательство США в эти события с явным, так сказать, очевидным антироссийской направленностью. Причем здесь Российская Федерация? Я с этим не согласен. С активной антироссийской позицией. Они же санкции из Украины ввели. Подожди, подожди. Почему? При чем здесь Российская Федерация? Почему не Бангладеш? Почему не Эфиопия? При чем здесь Российская Федерация? Почему не Польша? Еще раз, ответь на этот вопрос. Потому что Украина, во-первых, она входит в сферу наших интересов. Потому что мы пытались ее интегрировать в свое экономическое пространство. И она уже была достаточно плотно интегрированная. Цель американцев была оторвать от нас Украину. И на этой почве еще поссорить нас с Европой. Как они отрывали Украину? Украинское государство, самостоятельное государство. Я имею в виду оторвать экономические связи, порвать. Порвали экономические связи. Вы, как этот человек, который слабовато разбирающийся в экономике, рвать экономические связи сильно начало путинское руководство в первом квартале 2013 года. Там, значит, происходили такие события 2013 года. Для всех, говорю, и для тебя, Стас, особенно повторяю, что товарооборот между Российской Федерацией и Украинским государством, там первый, второй, третий квартал, по квартально доходило снижение до 20%. Погода общая цифра, она оказалась там на уровне то ли 10, то ли 15. Торговую войну, еще раз, торговую войну, или причины какие-то? Торговую войну начала Российская Федерация в 2013 году. Какие были причины? Причины и так ясны, эта история все сверхъясны. В 2013 год? Конечно. Это была ситуация, что Тимошенко для того, чтобы заручиться поддержкой Путина... А за в тюрьме сиди, Тимошенко. Тимошенко в тюрьме сидит. Для того, чтобы поддержать поддержкой Путина, и добиться его, по крайней мере, нейтральности на выборах, подписала, будучи премьер-министром Украины, сверхневыгодное газовое соглашение с Россией. Сверхневыгодное. На Украине налагались многочисленные санкции по всем поводам, что цена была гораздо выше европейской и так далее. Когда к власти пришел Янукович, как любой нормальный национально ориентированный политик, он посадил, конечно, Тимошенко в тюрьму за эти газовые соглашения и попытался их дезавуировать, на что Россия пойти не могла. В результате между режимом Януковича и режимом Путина возник понятный конфликт. Отсюда и эти вещи. И это потом, это громадная насмешка. Украинцы реально в это верят. Даже вот нам в комментарии приходят. Они полагают Януковича за пророссийского политика. Да ничего подобного. Если вы вспомните выборы между Тимошенко и Януковичем, то средства массовой информации российских поддерживали не Тимошенко, поддерживали нейтралитет при симпатиях Тимошенко. Почему? Потому что газовый этот договор с Украиной для России был подписан Тимошенко чрезвычайно выгоден. Ну просто совсем. Это было, да, с точки зрения Украины, это была такая наглая обгираловка, что, конечно, Тимошенко заслуживала, что посидеть в тюрьме, она и отсидела. Но там же еще такая ситуация была, что вот этот 13-й год уже Украина во всю, как и на все свое время существование, она заигрывала, интенсифицировалась заигрыванием Украины с Европой, с ее интеграцией. Нет, они всю жизнь об этом говорили. Да, но тогда это была такая интенсификация именно... 13-й год реальной интенсификации следующих направлений, что ведущий олигарх, почувствовав собственную силу, то есть Янукович, попытался съесть всех остальных 8 олигархов. Да, но он еще попытался удержаться и на стороне Европы, и на стороне Путина, чтобы на этих двух стульях усидеть, кто больше даст, получается. Ну вот, естественно. А Путин, намекая на это, да, там были проблемы, и пресекались КАМАЗы, которые на границе, я помню тот момент еще до Майдана, что и КАМАЗы там на границе где-то останавливались, еще было много моментов, уже тогда давал намек, что произойдет в случае того, если Украина будет интегрироваться, пытаться это сделать в Европу. То есть у Путина была задача... Ну, я могу сказать, это не речь, не интеграция, речь шла о попытке подписать, как оно называется? Соботно-торговле? Да, договор об ассоциации. Ну да, пытались защитить, собственно, рынок Путинного Буза. Они так говорили, на самом деле. Там множество можно привести, которые были. Интеграция, потому что надо понимать фундаментальную причину, вектор некой политики, которая довезет не от Путина, не от кого-либо еще. Это она состоит из-за того, что Украина является неотделимой частью России. И всякие попытки создать там новый этнос и создать новый народ, они могут принять всевозможного рода отрицания со стороны высших сил. Да? Высших сил. Реально эти вещи. Вот. Так вот это, вот это, вот это. И это универсальный вектор. Это не зависит от Путина. Это не зависит от кого-либо другого. Появится другой правитель. Он точно так же будет проводить ту самую политику, основанную на том фундаментальном факте, что Украина является темным и частью России. Притом вся целиком. Не по Днепру и не по Новороссии, а целиком. А почему тогда украинские политики не имеют такой фундаментальной установки? Ну потому что в Российской Федерации вот то, что последний год... Ну они кто-то имеют. Кто-то имеют. Это же позиция для верхушки, как у верхушки России, так и для верхушки Украины чрезвычайно неудобная. Ведь вы обратите внимание, что в большом количестве бывших советских республик масса, например, настроена на восстановление отношений с Россией, вплоть до восстановления Советского Союза. В Средней Азии, кто-либо еще. Но элита нет, ни в коем случае. Потому что быть национальной элитой, это гораздо лучше, чем даже быть фермосекретарем ЦК, областного комитета, партии. Но это делегация просто полномочий власти. Да, только семьи. И до определенного момента это, казалось бы, и российской олигархату тоже выгодно. Потому что разница между, например, украинским и российским уровнем, она носит сейчас очень большой характер. То есть четырехкратный, по сути. Четырехкратный. И спрашивается, кто всю эту Украину будет кормить. И у кого эти деньги на кормешку Украины, заберут. Уровень четырехкратного уровня. ВВП на вывод на душ населения. Пятикратный. А, ну это же у нас связали просто нефть и газа по большому счету. Ну, конечно. Но нефть, нефть и газа мало, а народу на Украине много. А если мы это отнимем, получится, что наше ВВП будет поменьше украинского? То есть долг. Да нет, он будет все равно больше. Он будет все равно больше, но будет, по крайней мере, сопоставим. И просто позиция ряда элит, например, по уровню экономического развития Донбасс довоенный. Ничем не уступала ведущим развитым регионам России. И они это как бы осознавали. Одновременно было понятно, что, например, западная часть Украины, это даже не молдавский уровень будет, это будет ниже молдавского уровня. Стас, ну давай ко второму перейдем. Первый, значит, вывод твой я не увидел, в чем зависимость. Причем здесь Российская Федерация, политика их в Соединенных Штатах. Произошли какие-то, как ты сказал, произошли какие-то события. Они потому и произошли, чтобы цель, здесь активное участие США принимали. Их цель была порвать экономические связи, порвать всю интеграцию Украины и России и поссорить Россию с Европой. Значит, твое утверждение голословно. Так и вышло, в конце концов. Нет, еще раз, я тебе огласил статистику, да? Началось это снижение с 2013 года. Ну и что там? Нет, еще раз. Там все, все... Нет, еще раз, подождите. Все связи сохранялись. Еще раз. Еще раз. Я тебе огласил статистику. Но это снижение товарооборота, не более того. Все экономические связи сохранялись. Нет, еще раз. Снижение товарооборота, значит, что значит, если снижился товарооборот, значит, какой-то предприниматель какому-то что-то не поставил. Значит, хозяйственные связи нарушаются. И эта тенденция продолжается, значит, продолжалась в 2014, в 2015 и в 2016 годах. В 2015, в 2016 годах. Значит, я тебе говорю статистику, значит, что вы можете сказать, так сказать, более ощутимое в цифрах, кроме своих ощущений. Вы сказали ощущения. Я же сказал, это не ощущения. Так же и вышло. Экономические связи с Украиной порваны. С Европой мы поссорились. Так же и вышло. А при чем здесь США? Ну, потому что они активно этому способствовали. Они первые дефисанции заставили Европу не ссанции. Хорошо, ладно. Вот первое положение при чем-то здесь оказалось Украина. Почему не Фиопия, не важно. Второе положение. Что значит, вот это второе положение. А я мог предстоять положение. Ну, дайте мы договоримся. Я все-таки должен стать на некоторое время в позицию Стаса. И все-таки немножечко с вами подискутировать. Я не стою ни на какой позиции. Нет, я все-таки за него, на защиту его. Вы же не нападаете на него. Я не нападаю. Кто-то должен защитить, защиту осуществить. Дело в том, что США, конечно же, политика США не направлена против России. Она направлена лично против Путина. Здесь явные, личные есть интересы и цели. Почему? Вся эта проблема с Путиным началась еще задолго, до всех этих всех конфликтов. Задолго. Значит, мы здесь припоминаем несколько моментов. Первое. я здесь основываюсь на материал документального фильма бибес путина россия и запад 4 часовой большой еще до того до всех кризисов вот назад который выпустил нет его выпустил 2000 сразу после конфликта с грузией 2008-2009 год значит ситуация в следующем что путин во многих вещах обыгрывал запад но если так по простому говорить обыгрывал в шашки шахматы и ставил везде мат и проводил свои шашки всех срубал ну так если по простому говорить по грубому здесь так когда обама пришел на свой пост у него же был какой главный проект разрушение ядерного разрушения путин значит оказался тем оппонентом которые этому немного противостоял по своим причинам потому что он требовал естественно чтобы это про упразднилась европейская обама этому конечно же тоже по своему противостоял и здесь возникло такое противостояние которое конечно же они вот эти конфликты просто немножечко как бы подогревали которые на границе с и вот это было значит грузии ситуация там потому что путин понял правильно эту идею о том что если в какой-то соседней стране ставит проамериканское какое-то правительство то можно зажечь какой-то небольшой конфликт который так там тлеру то есть да и из этого произвести некоторую такую ситуацию при которой грузия например не может войти на то потому что у нее есть конфликтная ситуация дата в абхазии и и значит он вас во всех этих играх значит обыгрывал запад именно конкретных политиков значит кандали сураистом бану там весь этот аппарат который уже сейчас по войну отошел и это очень сильно не нравилось причем если про мы проанализируем сми в мире в америке там очень много упоминался путин всегда негативном контексте всегда в негативном контексте причем доходило до самых абсурднейших вещей когда они смеялись над голым торсом путина когда он с лошадью хохотали над этим просто-напросто и эта ситуация такая есть как бы и здесь конечно уже говорили не о политике запада против россии нет политики против конкретных людей конкретных которые как бы вели свою волю свою какую-то по линию и которая это линия противостояла находились некоторым как против конкретных людей и все-таки я считаю что это именно против именно и против россии потому что конечно если бы эти люди были такие чтобы они как кельцин все сдавали все национальные интересы так и естественно против них бы не было такого такого негатива со стороны запада а когда люди отстаивают национальный интерес россии естественно против них таскать западе прёт значит он прет соки против россии в итоге мне нет не так не можем сказать так мы говорит не может ну ситуация такая что как бы вот такая тонкость с национальным интересами что получается есть имеет свои национальны интересы значит мы уже притесняем цен Boy любой страны поэтому мы не можем говорить такую ситуацию озвучить что одна страна вся политика и какая-то Большая часть политики направлена на другую страну. Нет на конкретных людей. И если мы заметим, что первые санкции против нашей страны были введены против конкретных личностей, то США сначала долбило по конкретным людям, а США хотело, чтобы эти конкретные люди, которые участвуют во всем этом с позиции России, чтобы эти конкретные люди почувствовали на себе весь ущерб, который они производят своими действиями. Вот и все. Да какой там ущерб? То есть мы можем на фактах это видеть, что сначала же первые, мы еще смеялись над этими санкциями все, ах, ах, а какие санкции смешные. И это было долго, они долго теперь, на протяжении полугода не вводили санкции, пока там не сбился самолет там кем-то когда-то, зачем-то. То есть все это было вот таким образом. И даже если бы не было бы сбить самолет, я думаю, еще очень долго бы они не вводили санкции против конкретных секторов в нашей экономике. Хорошо. Оставим. Первое положение, значит, ты озвучил таким образом, что какие-то события на Украине повысили значимость Российской Федерации в управленческом аппарате США. Первая позиция, да. Вторая позиция. Вторая, допустим. Противоракетная оборона направлена против нас. Противоракетная оборона США. Мы говорим о повышении, так сказать, или о значимости. Так это значимость, извините, это же огромные деньги, значит, они сознательно вкладывают эти деньги, чтобы, так сказать... Как это направлено? Против нас направлено, на нейтрализацию нашего ядерного потенциала. А каким образом это осуществляется, вот эта направленность? Как, вот расшифруйте вот это. Как что-то расшифровать? Ну, она ставится против ракетной обороны, так сказать, в надежде нейтрализовать наш ядерный потенциал. Наш ядерный потенциал на что нацелен? Ну, в том числе и на Америку, и на Европу, и на страны НАТО. Ну, и что? На страны НАТО. Ну, то есть на Америку, фактически, да? Ну, и на Америку, да. А, то есть здесь имеется некоторый приоритет все же, правильно? Ну, имеется. Да, это известная концепция оперативного взаимного уничтожения. Ну, концепция... Ну, они-то хотят... Да, она такая была в свое время. Было разрешено покрывать все средства МПО два... района. У них это район пусковых установок в горах, да? А у нас, как легко догадаться, это славный город Москва. И Питер, вы думаете, тоже? Нет, и... Вот, да. Нет, Питер. У нас было прикрыто. И это была концепция взаимного уничтожения. Они решили, что они настолько сильные, что могут попытаться закрыть своим зонтиком всю территорию Соединенных Штатов Америки. Вот. Наши считают это актом односторонней агрессии. Да? Ну, потому что мы-то на свою территорию никогда не сможем закрыть. Во-первых, она гораздо больше... Но они для нас же считают это так. Что? Они же считают это в качестве политического того жеста. Да, практически. Они же знают, что невозможно это сделать. Технически до сих пор это невозможно закрыть зонтиком. Нет, но почему? По нашим на это дело говорят такую простую вещь. Ну, представьте себе, по нам будет нанесен первый удар. В результате большая часть установок наших выпусковых будет уничтожена. Обратно взлетят, ну, скажем так, пару десятков ракет. Вот пару десятков ракет очень легко можно переходить. Ну, Стас, значит, давай уточним. Второе положение ты сказал, я услышал так, что США стала проводить какие-то мероприятия в области противоракетной обороны и тем самым повысилась значимость Российской Федерации в умах управленцев США. Ты так это сказал? Причем здесь, а почему, значит, незначимость тогда Франции не повысилась или значимость Гитая? Против ракетной обороны, да против нас, против нас она создается. Просто не на другую страну. Приведи доказательства того, значит, вот Игорь говорил там о событиях сейчас весьма, там это 50-летней давности, ой, 40-летней давности. Ты говоришь о каких событиях конкретно. Приведи вот эти конкретные события. Какие-то, что в Румынии, в Польше, так сказать, ставится там? Что там ставится, расскажи подробно. Ну что я подробно? Саша, ты глупости спрашиваешь, как подробно тебе расскажу. Ты берешь утверждение, даешь. Система ПРО там ставится. И причем здесь повысилась значимость Российской Федерации. Она не повысилась, это говорит о значимости. Простите, это же факт, что Россия является единственной страной в мире, которая может уничтожить США. Одним ударом может уничтожить США. Ну факт просто, эмпирический. То есть это единственная страна в мире, которая которая, кто еще может? Какая еще? Остальные ядерные страны. Где-то китайцы, с двумя десятками их ракет, что ли? Старая ракета слишком много. Даже Китай не может. С двумя десятками их ракет? Нет. Израиль, так у него даже одного испытания не было. Не сможет Израиль уничтожить США. Те ядерные страны, которые... Почему нет? Пакистан с Индией. Ну там же там по десятку с каждой стороны. Они просто не долетят эти ракеты. Да, они из низкого уровня деятельности. Англия, Франция. Ну могут, наверное, уничтожить США. Да, если захочет. Ты говоришь о чем? О возможности ядерного потенциала. Мы говорим. Возможность ядерного потенциала у ядерных стран уничтожить США есть. У ядерных стран нет. Теоретически только у Англии и Франции, помимо России. Ты утверждаешь опасное или ты утверждаешь вот это в последнюю францию? Ну вообще в Англии и Франции здесь не принимаются в расчет. Это союзники США, особенно Англия. Значит, вы не принимаете того, сего и третьего. Нет, нет, это все... Значит, хорошо. Значит, какие-то действия против воздушной обороны... Ну ты, ну любой человек, ты сидишь... Давай третий пункт. Сидишь, любой человек, ты понимаешь, что у тебя есть другая страна, которая может уничтожить тебя одним ударом. Но таких стран много нет. Одна такая. Только Россия обновляет свое ядерное оружие. Нет, только она. По характеру, по характеру... Нет, нет, ядерное оружие у нас не обновляется. Обновляется. В любом случае... Носители обновляются. Человек должен принимать определенного рода какие-то меры. Какие-то меры мы должны принимать против... Ну хорошо, ну давайте перейдем к третьему положению. Какое третье положение? Ну, по крайней мере, он хочет перечислить 5-6. Ну и 5-6 я не гарантирую. Ну хорошо, 2 перечислил. Ведь что еще Путину удавалось? Его последние несколько лет удается разыгрывать облик некого сумасшедшего, который на подобного рода действия совершенно способен. То есть он демонстрирует ощущение иногда полной невменяемости. И это, разумеется, в крупных ответственных политических элитах мира, в первую очередь США, должно вводить их в ступор и в легкую память. В нелегкую, даже в серьезную. Стас, два положения. Хорошо, а события в Сирии, допустим? В смысле? В этом Сирии. То есть мы говорим о том, что какие-то события, ты озвучиваешь, они повысили, значит, статус России. Они повысили, они не повысили, они говорят о высоком статусе России в политике США. Ну хорошо. Они говорят народу или между собой? Давайте разберемся все-таки. Что такое политика? Это когда они народу это говорят или между собой шокутся и планируют, чтобы... Олег, мы уже оговорили фразу, что речь идет о том, что значимость в управленческих кругах США. Ну, тоже такое дело. Ну, значимо, значимо. Но вы смотрите, это вопрос достаточно серьезный. Почему Америка аж оказалась в следующий день, и уже это можно с уверенностью утверждать, на грани гражданской войны? Вот прямо сейчас. И голода еще, и... Ну, какого голода? Просто гражданской войны. А? Саши штаты из-за Трампа? Ну, штамп это просто повод, да. Повод. Вот она оказалась... Ну, не было же такого, что десятки тысяч манифестантов, аресты, борьба с этими всеми этими штуками. Вот она оказалась на грани гражданской войны. Почему? Потому что существовала концепция этого однополярного мира, так называемого. Что все страны жалуются в ООН и соблюдают мировое право, а существует одна единственная страна, у которой существует монополия на нарушение международного права. То есть Соединенные Штаты Америки. И эта монополия на нарушение международного права, которая существовала у США, на сегодняшний день разрушена. Разрушена. У них ситуация гражданской войны близости с США, она возникла совсем не по другим причинам. Россия к этому не имеет никакого отношения. Это оно состояло в обычной теме вещи, как бывает любая революция, когда производственные силы не соответствуют производственным отношениям. Точнее, производственные отношения не соответствуют производственным силам. Что такая вот, что вся современная социальная инфраструктура человечества, в первую очередь США, должна быть демонтирована, заменена чем-то совершенно другим. Потому что на сегодняшний день она, оказывается, противостоит возможности развития производительных сил, которые существуют в США. Вот. Вот это ситуация. Но то, что монополия на нарушение международного права у США оказалась разрушена, и это вызвало острейший внутриполитический кризис Соединенных Штатов, привертший к избранию Трампа, Это, безусловно, не следует очень интересная позиция. Это, Игорь, ты, извини меня, ты перед этим начинал, когда говорить, что говорил, что население там мало интересуется и мало отвлечает на внешнее политическое... Да, но внутриполитический кризис, элит в США, вот подобного рода, имеет прямое отношение как к событиям к Сирии, так к событиям в Украине, а самое главное, разрушение монополий, монополии Америки на всевозможное нарушение права. То есть это привело... Ну, каких прав она нарушала Америка и где, и какое дело... Ну, например, и какое... Югославия, Лилия, Иракция. Какое дело там каким-то избирателям, какие-то там... Не избирателям, ну, это кризис элит, кризис у них элит, он вошел в острую-острую фазу. Ну, хорошо, там кризис элит, но... Просто вы, обратите внимание, что... На самом деле... В чем был пафос всегда у Америки? Тем, что она кого-то выигрывала, а потом с этой страной что-то такое происходило, дели перемены сильно к лучшему. Произошло это в Германии, произошло в этом в Ипполе, произошло в Южной Корее. То есть всегда они выступали как прогрессоры. То есть они занимались развитием территорий, которые брали под свое коло и просто-напросто побеждали. Пока они могли это делать. Пока, наконец, уже в 80-х годах, это почему-то перестало работать. Ну, у нас при Балтии, когда живет чуть получше, чем наша, ну, совсем чуть-чуть. Да, получилось. А все остальные страны, они уже, сколько, 15 лет воюют в Ираке. Создали какую-то эту организацию ИГИЛ, не могут ничего справиться, миллионы человек погибли. Где здесь прогрессорство? Это же ужас, как ромешник. То же самое в Ливии и по всему миру. То есть они перестали работать в качестве прогрессорства. Ну, две страны, это не весь мир. Давайте конкретно. Он говорит сейчас, не говорит то, что было. Сирия, Ливия. Все, все. И где, где хоть что-то, где они, где-то они... Он сейчас вывел войска Обама из Ирака. Афганистан. Сильно они их отпрогрессили-то. Не сильно отпрогрессили совершенно. Ну, так что, Стас, на том-то и два положения всего. Про Сирию я же сказал. Так я слушаю много. Значит, третье положение какое-то? Про Сирию. Да, конечно. Нет, в чем тебе третье положение? Что американцы активно следят за нашими действиями в Сирии. Активно обсуждают это. Даже хотят новые санкции вводить из-за этого. То есть для них это, видимо, актуально. То есть они активно следят за нашими действиями в Сирии. То есть уже их внешний председатель... Уничтожение мирного населения, да. Это не приветствуется... Да, уничтожение мирного населения. Смотрите. А Югославия это уничтожение мирного населения. Молодой человек... А Ирак миллион жертв. Еще раз. Еще раз. Это не ложь, во-первых, про уничтожение мирного населения. Сейчас, минутку. Вы, как человек, значит, мягко выражаясь, не сведущий в политике... Это ты человек, не сведущий в политике. Сейчас мы договорились с самого начала, что мы обсуждаем, по крайней мере, промежуток 2 или 3 последних года. Ну, не 25 лет. 2 или 3 последних. Почему? Ну, было входное условие такое. Такого условия не было. Нет, это странно обсуждать, потому что война в Сирии идет 6 лет. Как минимум. Российская Федерация вмешалась только второй год, пошел. Про жертвы среди мирного населения, правильно? Там есть жертвы... Есть резолюция ООН. Есть жертвы среди мирного населения. Прежде всего, они от террористов, которые опекаются Америкой. Эти жертвы. Есть резолюция ООН. Ну, хорошо, значит, Сирия, да? Три положения. Значит, Сирия, Ливия, там... Ирак. Сирия, Украина, противоракетная оборона. Все. Ливия, Ирак, Афганистан. Три назвал, да. Афганистан. Нет, три аргумента. Поддержка самых одиозных и отводительных режимов в мире. Типа вас и саудитов Саудовской Аравии. Да. Ну, а СССР США развалил или нет? Нет, подожди, подожди. Нет, сейчас я специально сдал вопрос. Просто, чтобы потом перекатиться к ситуации. Нет, давайте... Ну, не надо... Слабые моменты, не надо. А сильные... Сейчас, сейчас, минутку. Слабые, сильные, не будем говорить. Вот с уважением относиться. Вот, товарищ хотел сформулировать. Три положения. Допустим, про четвертые могу сказать. Про выборы в США. То есть, российская карта стала едва ли, так сказать, не главной в этих выборах. То есть, обсуждение России, сколько там обсуждали. С позиции демократов. Ну, с позиции демократов. Взять хакерские атаки, то да сё. Там, Трампа обвиняли там в пророссийской позиции. Последняя пресс-конференция оба... В избирательной программе. Это во время избирательной кампании. Позиция или то, что происходит в Российской Федерации. Не то, что происходит в Российской Федерации. А обсуждали, так сказать, влияние России на международное отношение. Ну, русский след. Это же известный. Вы можете... На чём основано ваше утверждение? Да на чём? Посмотри просто эти самые всякие интервью там и прочие. Вот этих там... Вы хотя бы открывали сайт, это, ну, хотя бы, это, Нью-Йорк Таймса или Вашингтон Пост, газета, а? Вы хотя бы это хоть там немного, или хотя бы смотрели, это, заседание Организации Объединённых Наций, или, значит, смотрели предвыборную кампанию, выступление... Смотрели, мы смотрели. Ты смотрел хоть что-то, или ты только цитируешь то, что тебе показали по телевизору? Даже то, что показали по телевизору, это уже достаточно. Я говорю, кроме телевизора ничего? Других не было средств массовой информации у тебя? У меня не было. Значит, всё. Значит, средств массовой информации в Российской Федерации отразили вот то, что ты огласил. Да. Вот это мы касательно... Последняя пресс-конференция Обама была практически полностью посвящена России. Ты её слушал, эту пресс-конференцию, читал? Выдержки. Выдержки по телевизору? Ну и что по телевизору? По телевизору. Вот скажи, что. В результате просмотра телевизора у меня создалось впечатление. Хаскарки с Киселёва поздно. У меня создалось такое впечатление. Всё. Ну хорошо. Ты можешь... Я говорю, открыл бы хотел. А? У тебя другое впечатление? Ну я, во-первых, не смотрю телевизор. Поэтому у меня совсем другое впечатление. Ну это понятно, да. Ну вы видите, что делать, оказывается. Ну хорошо. Ни сайты, ни йорк-пост, ни кого-то ещё. Последние же новые санкции, высылка наших дипломатов. Это что? Из-за якобы хатерских атак? Ну хорошо. Четыре положения. Да, вот ты вот, вот этих четыре положения, ты озвучил, что и вот этими четырьмя положениями ты говоришь, что Российская Федерация занимала и занимает значимое место в управленческих решениях Соединённых Штатах Америки. Да? Ну. Ну всё, спасибо. Ну можно дополнить же тогда получается, так? Ну вот если мы психологию посмотрим вот этого аппарата государства США. Значит... А по какому источнику вы будете смотреть психологию государственного аппарата? Это просто для дискуссии. Значит, ситуация в чём заключена? Ну вот вы разваливаете Советский Союз. Мы разваливаем. Мы же сами из США, пара государства, всё такое. Значит, мы разваливаем Советский Союз. И, значит, 90-е годы полный развал армии, технологии, производства. Збигнев-Бзежинский в своей книге «Великая шахматная игра» пишет, что, значит, полностью производственной мощности будут утрачены Россией, там, в 2000 какому-то году. Вы эту книгу читали? Конечно, да. Он далее предсказывает. Там нет таких фраз. Я вот тоже такой, только такой фразы я не помню. Она у меня в маленьком санузле долго лежала. Да, это ваша вольная интерпретация. Где-то он предсказывал о том, что будут утрачены произведения мощности России. Там же он... Это ваша интерпретация. Я такого, честно, не помню. Мы найдём, но надо найти там источник. Может, просто она мне не попадала, сверли. Всё-таки не целиком её. Скажем так, что в этой книге этого нет. То есть, вы отрицаете, вы знаете деятельность Бигнева-Бзежинского, и вы отрицаете его слова или нет? Ещё раз, что вот два читателя, два слушателя сказали, что в этой книге этих факторов нет. Ладно, пускай не в этом, какой-то другого. У него же множество публикаций. Не будем говорить. Но в этой нет. Ну, я думаю, что есть всё-таки. Ну, это мы оставим, как мы оставим свои. Вот, эта ситуация в чём заключена? Что вот вы видите страну, которая уже развалена, и ничего с ней хорошего дальше не произойдёт. Она не является политическим игроком на мировой сцене, и от неё более ничего опасного ждать не приходится. Ну, вдруг какой-то момент происходит переворот игры, и ситуация переворачивается на противоположную. Вон она, сколько-то, по 8 градусов. Вы как к этому будете относиться, так же, как и раньше, как и в том случае, когда эта страна не являлась политическим игроком на мировой сцене? И вы всё-таки будете предпрямить против неё какие-то действия и шаги? Ну, вот вы лично, в качестве представителя аппарата США. Как думаете? Что, мне задают вопросы? Да, да, я вам задаю вопросы. Чуть вопроса я не волнуют. Ну, значит, зачем вы мне того слушаете, делаете что слушаете тогда? Значит, ситуация такая, что страна становится сильнее и становится реальным игроком. Разве вы будете относиться к ней так же, как если бы она была тоже без этих игроков? Какая страна? Российской Федерации? Да. Она была игроком на международной арене? 90-х годах. Есть. 90-х годах она была игроком на мировое оснарение. Приведите примеры, факты, обстоятельства. Когда её голос что-то значил? Ну, хорошо. Сейчас я говорю, что российская... Какие-то вето, может быть, она в СБУ проводила какие-то? Не было никаких. Вот они вся нейтральной ситуации держались и всё. Ну, вот так вот. То есть, я на общий вопрос я тебе общий ответ говорю. Зачем этот ответ и зачем этот вопрос я не уловил? А, вот я просто показываю... Не, ну, сейчас можно я договорюсь, что Российская Федерация была игроком на международной арене, сейчас игроком, является на международной арене и будет игроком на международной арене. Будет она игроком и сейчас и являлась, и сейчас почему? В силу даже своего большой площади, относительно всё-таки большого количества населения, и, конечно, значительный фактор – это обладание огромнейшим ядерным потенциалом, который может уничтожить всё человечество. Ну, вот реальный фактор – это по форме, да, обстоятельства, что наша страна большая, население и прочее. Но вот по сущности... Но селение незначительное, да? Ну, да, ладно, я имею в виду, что в сущности в 90-х годах, значит, то есть вы хотите сказать, что отношение США к нашей стране в 90-х годах, 2000-х и далее, оно не изменилось? То есть поэтически... Я не хотел сказать... Место на поэтической арене, да? Она не изменилась? Нет, сейчас ещё раз. Понимаешь, это... Если, значит, мы начнём говорить на новую тему, значит, что видение международного положения... Это одна и та же тема. А? Всё одна и та же тема. Я говорю, сейчас, если мы начнём говорить на видение международного положения в 90-е, в нулевые, в 10-е годы, то это уже тема другая разговора. Я, значит, в силу того, что я вот уже в 60-е годы занимаюсь политикой и экономикой, для меня это разные темы. И мне просто сейчас не хотелось бы переключаться к этому. Ну ладно, значит, всё, да? Да.